Дагестанских детей учат резиденты из разных уголков мира. Ребята обучают в образовательном центре «Люминари» в селе Хрюк. К примеру, сейчас английский язык. Там преподают учителя из Австралии и Санкт-Петербурга. На обучение также приезжают дети из соседних сел и городов. С образовательным процессом ознакомилась и наш корреспондент Мадина Рамазанова. Ей слово. Русский, английский, лесгинский – стандартный набор языков, которые знают дети «Люминари». Причем педагоги уверяют, скоро здесь будут знать английский лучше, чем родной. На этом уроке говорят исключительно на иностранном. Впрочем, это правило единственное здесь. В остальном все очень неформально. Нет обязательного посещения, разрешают пользоваться телефонами. Ученики могут просто выйти из класса, если нужно. Здесь можно свободно разговаривать на английском. Можно не обращать внимания на грамматику. Те все равно исправят, те не поставят за это двойку. Вот, это самое главное – свобода. На обучение приезжают дети из соседних сел и городов. Ребят на лето сюда стали отправлять те, кто уехал из Хрюга на заработки. Особенно интересно детям общаться с носителями языка. К лекторам и кураторам обращаются только по имени. Мы их называем своими друзьями. Они просто… мы учим друг друга. Мы можем их чему-то научить. Они учат нас. И отношения у нас очень дружеские, добрые. Имаджин – волонтер из Австралии. Приехала в Дагестан неожиданно для себя. Что называется, вышла за хлебом и уехала в Хрюг. В центре преподает детям, которые уже знают язык и теперь учатся им пользоваться, как своим родным. Некоторые очень хорошо говорят по-английски. И даже когда я приехала, одна девушка подошла ко мне и сразу начала говорить по-английски. Я сама была в шоке. В Дагестане Имаджин и сама научилась не обращать внимания на языковые трудности. Хвастается, что привыкла переходить с английского на чистый лесгинский. Арыш, вики, ксанье, афайр. Как переводится? Арыш – это девушка, вики – это как тела, ксанье – это хорошо. У вас хороший акцент такой лесгинский. Спасибо, я не знаю. Как английский для девушек? Да. Как английский для учитель? Театр. Лилия Сахаева – педагог из Ярославля. Работала в Санкт-Петербурге и вот теперь в Дагестане. Преподает английский, китайский, а ее ученики практикуются с гостями центра. Вот недавно, к примеру, здесь были английский лорд и турист из Китая. Он был очень впечатлен, когда ребята какую-то скороговорку на китайском выговорили. Он услышал, вы произносите тона правильно. То есть это все равно приятно, когда у тебя с внешним миром, посредством твоего языка, твоих усилий выстраивается эта коммуникация. Из Ахтынского района больше никто не уезжает. И даже наоборот, это новый центр притяжения. Всего-то и нужно было создать качественные условия жизни. Меценаты, открывшие люменри, обещают, в перспективе откроют 50 центров по всему Дагестану. Дети перестанут скучать на деревне, а взрослые уезжать из горных сел. Мадина Рамазанова, Саид Кутиев. Время новостей. Мадина Рамазанова, Саид Кутиев.